Сохранение численности работников, высокая производительность труда и своевременно выплаченная заработная плата. Вот показатели стабильной работы любого предприятия. Но не все могут поставить себе это в заслугу. Есть и недобросовестные работодатели. Сегодня об этом говорили на заседании комиссии по выплате зарплаты и снижению неформальной занятости. Контрольно-надзорные органы в ходе своих проверок постоянно выявляют нарушение трудового кодекса в части невыплаты заработной платы. Сформирован так называемый черный список недобросовестных работодателей. По состоянию на 1 апреля задолженность по заработной плате в шести организациях составила 13,45 миллиона рублей перед 249 работниками. Специалисты признают, что эту ситуацию усугубили ограничительные меры, введенные в связи с пандемией. К примеру, серьезно пострадала птицефабрика в Урмарах, а львиная доля их продаж – экспорт. В связи с закрытием границ предприятие осталось в убытке. Недостаточно активно вы проводите работу, в том числе с дебиторами. И вот о ваших проблемах, об отключении света, о невнесении в социальное значимое предприятие, вот мы с вами лично не беседовали. В прокуратуре я курирую данное направление. Вы как-то варитесь в собственном соку. Вам необходимо самому более активно решать эти вопросы и с министерством сельского хозяйства. Не лучшая ситуация и на заводе низкотемпературных холодильников. На сегодня задолженность позарной плате по текущим платежам у нас 7,5 миллионов рублей. И за регистровая сумма 600 тысяч рублей. Планируется погашать задолженность 7,5 миллионов рублей. Это текущие платежи в первом полугодии этого года за счет имущества, движимого имущества завода. А 600 тысяч рублей, это регистровая задолженность, планируется погашать после реализации самого завода. Пошагово работают над погашением задолженности в домостроительном комбинате СУР. Информацию все предоставляют прокуратуру еженедельно. За февраль задолженность минимальная осталась, гасится. И март еще не начислено, но выплачивается еженедельно. Строительство начинается, пандемия вроде успокаивается, поэтому ситуация выруливается в положительные динамики. Напомним, что с 1 июля прошлого года в республике действует специальный налоговый режим. Воспользоваться этим правом могут как физические лица, так и индивидуальные предприниматели. Налог заменяет кассу и отчетность. Для перехода на уплату данного налога необходимо соблюдать следующие условия. Во-первых, предельный размер дохода ограничен у нас суммой в 2,4 миллиона рублей в год. Получение дохода должно быть однозначно от самостоятельного ведения деятельности, от использования или использования имущества. Это могут быть такие виды деятельности, как удаленная работа через электронные площадки, оказание косметологических услуг, сдача в аренду помещений, жилых, нежилых и так далее. Самое главное условие – это ведение деятельности должно осуществляться без привлечения работодателями наемных работников. В качестве самозанятых на указанный период зарегистрировались более 14 тысяч человек. Из них около 10 тысяч ведут свою деятельность в Чувашии. В большинстве случаев они занимаются транспортными перевозками и продажами своей продукции. По словам Марины Петровой, налог на профессиональный доход показал свою эффективность. А значит, работа в этом направлении продолжится. Наталья Мальчикова, Алина Сусметова, Бахтий Арвелиев, Республика.